Дорогая наша столица сегодня отмечает День города. Первый за последние много лет без Лужкова, но первый с Собянином. Новый мэр явно хотел удивить. В городе, например, появились велосипедные дорожки, прям как в Европе. А вот роллеры обижены. По тротуарам ведь теперь не погоняешь. В Москве асфальт поменяли на плитку. Но больше всех возмущаются девушки на шпильках. Новое покрытие они окрестили кладбищем погибших каблучков. Пробки, правда, остались. Красная площадь по-прежнему красная, да и Кремль на месте. А в остальном жизнь кипит и уже непонятно, хуже становится или лучше нужен незамыленный взгляд. Известный немецкий актер Тель Швагер, который играл и красавчика, и бесславного ублюдка, а теперь вот в новом фильме он опять соблазнитель, в юности на самом деле мечтал стать журналистом. Мы решили взять его к себе на практику. И наставника хорошего дали. Это премьера. Репортаж Теля Швагера в переводе Алексея Кудашова. Привет! Я Тель Швагер, и я нахожусь в центре одного из прекраснейших городов мира, в Москве. Справа от меня памятник моему соотечественнику Карлу Марксу. Рядом гостиница, в которой я живу, а через дорогу – Кремль. Вот интересно, каково это чувствовать себя экспонатом музея Мадам Тюссо? Все нервят потрогать, сфотографироваться на память. Ладно, давайте, чего уж там. У каждого актера на этот случай есть дежурная улыбка. Хорошо бы узнать, о чем он думает в эти минуты. Нет, правда, ведь есть же где-то потайная дверь, которая ведет в голову Джона Малковича. Ну а мне достался Тиль Швагер, что тоже неплохо. Это здесь? И знаете, что? Кажется, это работает. Вот, например, стоило мне только подумать о еде, и нашего гостя из Германии тут же потянуло к закусочной. Он, видимо, еще не знает, что русскому хорошо, немцу – смерть. Я слышал, что русские предпочитают рестораны с мишленовскими звездами, и что у вас принято забивать ужин как минимум сотни бутылок дорогого шампанского. Но нам, в Германии, надо работать за себя и за тех парней из Евросоюза, у которых не жизнь, а сплошная сиеста. Так что приходится экономить. Русский хот-дог выглядит совсем как родной брат немецкого хот-дога. Ничего, если я заплачу попозже. Кремль – замечательное место. Вот только цены на недвижимость здесь настолько запредельные, что даже ваш президент не может себе позволить поселиться поближе к работе. И, как мне сказали, живет где-то за городом. И все бы ничего, если бы не ваши ужасные пробки. Вчера по дороге из Шереметьево мы надолго застряли там, где зимой 41-го увязли в снегу танки Гудериана. И, глядя, как мимо пролетают дорогие лимузины со спецсигналами, я еще подумал, все-таки здорово, что у вас в России мигалка положена не только врачам и полицейским, но и тем, кому очень нужно попасть в химчистку. Успеть на съемки. Или вот, к примеру, в Кремль по делу срочно. Эти стены созданы специально для того, чтобы выдержать долгую осаду. Может, поэтому в России так редко меняют правителей? Как и многие здесь, я снова и снова задаю себе один и тот же вопрос. Кто займет эту крепость в будущем году? Путин? Вопрос, конечно, интересный. Кто мог бы быть президентом? Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. А может быть, кто-то еще? За моей спиной Госдума, про которую у русских есть труднопереводимый на немецкий язык поговорка «Парламент не место для дискуссий». А чуть дальше Совет Федерации. Его только что возглавила Валентина Матвиенко, победившая на выборах с результатом 95%. Говорят, Ангела Меркель, узнав об этом, позеленела от зависти. Такими темпами и до президентского кресла недалеко. Впрочем, меня куда больше интересует судьба ее сына. Я тут нашел интересное видео, которое я обязательно покажу своему коллеге Квентину Тарантино. Он с таких героев душу бы продал. У нас мультипликаторы. Переходим на мультиплицирование. С мультиплицированием переходим в Е-беду. С Е-беды. Нальше переходим опять в Гудвилл и делаем следующий виток в спирали. Эй, Сталин! А что сказать, товарищ, как раз уж? Берлин возьмем, вас куда-то дадим, да? Да, нам, немцам, есть чему поучиться у русских. Бережному отношению к своей истории, например. Нигде в мире не увидишь на улицах такого количества ретроавтомобилей. А на многих из них даже сохранились надписи на Берлин. Кстати, неплохая идея. Надо будет предложить Мерседесу или Порше выпустить ограниченную серию с аэрографией. Спасибо деду за нашу безоговорочную капитуляцию. Сталин – это сила. Жгу за огнёб. Увидев на улицах развороченные тротуары, я было подумал, что это тоже эхо войны. Когда президент Медведев объявил войну коррупции, многим чиновникам стало казаться, что у них земля горит под ногами. Но учёные доказали, что всему виной асфальт, который под лучами солнца, раскаляется до 60 градусов. Теперь новый московский мэр срочно меняет асфальт на плитку. С плиткой я, конечно, погорячился. Ну, не возвращаться же домой с пустыми руками. О как! Два в одном. Сколько стоит? Полторы тысячи? С ума сойти. А ещё, говорят, бедная страна. В общем, жизнь в Москве сладкой не назовёшь. Может, потому, что год назад, собрав большие чемоданы, отсюда уехал бывший мэр Лужков и увёз с собой весь свой мёд и своих любимых пчёл. Говорят, теперь он живёт где-то по соседству с Германией. Попробую его найти, взять интервью и баночку мёда. Течвайга! Я Алексей Кудашов. Центральная телевидение. Москва. Ну всё, исполнялся. Субтитры подогнал «Симон»!